Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, сегодня здесь стояли вопросы о включении дополнительно в повестку дня многих вопросов. Я наоборот, ставлю вопрос номер 3 из повестки дня, документ 302 о выражении недоверия вице-губернатору Тихонову, этот вопрос из повестки дня исключить. Объясню почему, коллеги, внимательно посмотрите документ 302, на котором написано, в связи с чем был поставлен документ. Этот документ был поставлен в связи об отказе в согласовании шествия и митинга 26 февраля. Коллеги, обращаю внимание всех, что на совете фракции выражалась благодарность за то, что блестяще был организован марш 26 февраля с точки зрения обеспечения безопасности. И он состоялся. Поэтому, наоборот, стоял вопрос положительной оценки вице-губернатора Тихона и всех служб, которые были причастны к охране общественного порядка в этот день. Следующий момент. Обратите внимание, коллеги, на юридическое заключение, на котором написано, подписано начальником нашего юридического управления, что Валерий Владимирович Тихонов не является руководителем исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и полагаем, что ему не может быть выражено недоверие. Но в связи с чем ставится вот этот вопрос? Попробую вам объяснить, уважаемые мои коллеги. Вы знаете, я понимаю, что это связано прежде всего с событиями 5 марта, 10 марта. И наш уважаемый Максим Львович Резник, самый наш, искренне это говорю, революционный депутат и самый стойкий революционер, наш авторитетный политик, вот этот вопрос на совете фракции поставил. Но я вам зачитал документ 302, и вы понимаете абсурдность этого момента. И вот вспоминая слова нашего композитора, замечательного Георгия Сверидова, не так просто понять простые вещи. У Тихонова, говоря научным языком, релевантные позиции, а на самом деле абсолютно правильные и нормальные позиции, как вице-губернатора, отвечающего за нашу безопасность. Ну зачем нам демонизировать вот абсолютно правильную, юридически выверенную позицию вице-губернатора? Зачем мы ловим блок, второй вопрос, там, где их абсолютно нет? И зачем делать попытки сделать, не просто прочитать дисциплинарную нотацию, но и устроить выволочку за абсолютно четкой и ясно выраженной позиции? И разговор, конечно, идет, мы слышим это в каких-то ядерных и даже крепких выражениях. С чем это связано? Я уже вам сказал, что это связано прежде всего с событиями 5 марта. Вот Максим Львович, уважаемый Максим Львович, уважаемые коллеги, я же хочу сказать, что я же тоже хожу на все оппозиционные митинги, подчеркиваю. Раньше ходил на все, сейчас практически на всех. И уверяю вас, что было 5 марта. Я посмотрел. Я хочу сказать, это был не детский утренник. Это уже была не веселая толпа. А злоба, ненависть и хамство были присущи. Абсолютно ясно это было видно. Конечно, брызгание вот ядовитой слюной после выборов президента, это не показатель политической активности. Это показатель того, что происходит, и там мы увидели какую-то нравственную деградацию общества. И истории наши, мы же с вами великолепно знаем, это не широкий Невский проспект, по которому все так хотим ходить, мешая движению общественного транспорта. Начинается все вот с этого, сказалось бы, с простого сбора, с простой митинговой активности, а заканчивается, вы знаете, у нас, как всегда, погромами и иной раз кровью. Поэтому здесь вот, как военный человек, а здесь очень много офицеров запаса, вы великолепно знаете, по нашим военным академиям, где мы учились, войной никогда ни один вопрос не решается. Вот как нам избежать в этой ситуации войны? Прежде всего, вот коллеги, не надо нагнетать напряжение, не надо вот в системе пружину вот эту давить. И дело не в том, что вот сейчас, вы видите, зарегистрируется очень много партий, уже регистрируется там, кто-то в Думу там пару-тройку кресел себе возьмет, но куда важнее вот сейчас смазать вот эти социальные лифты, о которых мы говорим. Тем более мы понимаем, что если говорить о политике, то изменения требуются во всех партиях. И КПРФ, и Единой России, подчеркну, и Справедливой России, и ЛДПР. Что касается Яблока, то присутствие лидера и уважаемого Григория Алексеевича Явлинского, я не буду говорить там, нуждаются они в каких-то изменениях и не нуждаются. Но то, что чувствительность и динамизм власть должна проявить, это однозначно. И мы будем это делать. И реформы будут в партиях, но не решать же это вот каким-то путем силового давления. Теперь конкретно по Тихонову. Вот, коллеги, посмотрите, я же задавал вам вопрос. А что вы знаете о Тихонове? Никто ничего не знает. Спасибо, Алексей Анатольевич. Никто ничего не знает. Коллеги, у вас у кого есть орден за военные заслуги? Среди множества орденов, которыми награжден Тихонов? Ни у кого. Вы понимаете, я вот обращаюсь прежде всего к вам, офицеры запаса. Мы поставим этот вопрос сейчас на голосование. Нету святей воинского брата и воинского товарищества. Вы знаете, вот проголосуем, проголосуем заключением. Руки потом не подадут. Я вам сказал, что история это не широкий Невский проспект. При встречах с офицерами, с генералами. Конечно, генерал-полковнику хочется объявить какой-то вот он недоверием. Только за что? За разум, за мудрость, за дальновидность. И хочу вам сказать, что у нас много генералов в России, тысячи генералов. Хороших и разных. Хорошо, что есть толковые руководители. Но плохо, очень плохо, что мало таких мудрых, дальновидных, прозорливых, которым является вице-губернатор, генерал-полковник Тихонов Валерий Владимирович. Поэтому мы поставим этот вопрос на голосование. И я прошу вот этот вопрос снять с повестки дня. Исключить из повестки дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.